Всех приветствую! Сегодня у меня мокрая Zeta. По-моему, Zeta первая только что принесли. Вот я не совсем еще успел открыть крышку. Каплю воды внутри. Здесь то же самое. Скорее всего вода затекла вот отсюда. На телефоне отсутствует заглушка гнезда зарядки вот такая вот. Думаю, что вода затекла отсюда. Итак, давайте разберем, посмотрим, что там внутри. Есть ли смысл вообще восстанавливать. Ну, судя по тому, что свежие капли воды на телефоне, это значит, что телефон был нам очень сегодня. Это уже хорошо. Продолжение следует... Скручиваем винты. Отстегиваем разъем, снимаем на заднюю крышку. Тоже проклеено ВД герметичным скучем. Отстегиваем батарею. Отстегиваем батарею. Смотрим, что у нас на системной плате. Вижу следы окислов. Возле разъема вибратора. Основная камера, как видите, тоже в воде. Отстегиваем основной шлейф, куда обычно любит затекать вода. Смотрим. Здесь все чисто. Шлейф боковых кнопок. Коксиальный кабель. Коксиальный кабель. Вот здесь, вот этой части, по-моему, досталось больше всего. Смотрим. 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 Друзья. Аркта ! Спасибо. Друзья, вот здесь. И уже что, говорит из корней. уже окислы пошли. Здесь тоже самое. Снимаем камеру. У нас всё в воде. Разъём тоже в воде, но пока ещё не успел окислиться, это хорошо. Это всё восстановится. Давайте снимем защитный экран. Посмотрим, что у нас там. Здесь у нас тоже вода. Капля воды. Термопаста. Здесь уже окислы пошли. Снимаем следующий модуль. Здесь у нас всё чисто. Далее, с другой стороны смотрим, что у нас. Сюда у нас тоже модуль флешки залетела. Вода. Видите, да? Так, тут у нас что? Тут вообще жесть. Тут ещё целые капли воды в защитном экране. Антенна и модуль. Тоже побывала вода. Но я вам скажу, я думаю, что этот телефон мы восстановим. Потому что таких явно сильных окислов я не вижу. Разъедание системной платы и компонентов системной платы. Единственное, вот здесь вот. И вот здесь вот уже пошли такие, я бы сказал, серьёзные повреждения. Ну, я думаю, что сейчас мы всё установим в УЗВ. Погружаем системную плату в УЗВ. Учитывая количество воды и вообще состояние системной платы, я думаю, 3-4 цикла по 4-5 минут будет вполне достаточно. Давайте разберём батарею. Обязательно посмотрим, что у нас с батареей. Ту часть, где находится управление аккумулятором, здесь вот срезаем каптоновый скотч. Так. Я уже вижу сцедр воды. Так, смотрим. Управление питанием батарей. Такая маленькая, небольшая микросхемка. Нет, она у нас чистая. Абсолютно чистая. Мне на секунду показалось, что вот здесь у нас влага. Компоненты залиты компаундом. Так всё нормально. Складываем её обратно. Так. Так. Друзья. Ставлю на паузу. Пока системная плата находится в УЗВ. И так далее продолжим снимать. Оставайтесь на связи. Так, друзья. Давайте разберём. Пошёл последний цикл системной платы в УЗВ. Давайте разберём. Нижний модуль. О котором я совсем забыл упомянуть. И посмотрим, что у нас происходит там. Там у нас находятся разъёмы тачскрина и дисплея. Тоже вода очень любит туда затекать. Поэтому давайте снимем, посмотрим, что там. И так снимаем антенный модуль. Уже вижу каплю воды. Здесь ничего страшного. Вот ещё вода. Вода побывала, но незначительная часть. Вот здесь уже проглядываются следы окисла. Вот они, видите. Зелёным цветом уже пошла ржавчина. Давайте посмотрим драйвера. Что там у нас? Небольшое количество воды. Так, это у нас подсветка дисплея. Тоже есть окислы. Давайте почистим щеткой. Специальным раствором. Я очищу изопропиловым спиртом. Нарушения несерьёзные здесь. Вовремя клиент принёс телефон, конечно. Плюс в том, что он сам не стал заниматься чисткой телефона. Как это обычно происходит. Сует в рис. Сушит феном. Там, я не знаю, множество способов существует в однороде. Просушки сотовых телефонов. В результате чего телефон убивается полностью. и не подлежит восстановлению. Продуваем. Разъём дисплейного модуля. Разъём подсветки у нас вроде бы в порядке. Со стороны контактов застёгиваем его обратно. Прокладку. Заглушку делаем. Просушить. Застёгиваем все разъёмы. Взлет. Неприятные звуки. Уходят из динамиков от звуча. Даже не представляю. Стоило подождать. Осталось 5 секунд. процесс очистки узелывания закончен как раз мы собрали нижний модуль очистили разъемы дисплей модуля основного шлейфа там у нас камера немного вода ее коснулась тоже разъем виброзвонка немного прогреваем защитный экран дисплейного модуля Если какая-то влага осталась, то она испарится. 350 градусов стоит температура горячего воздуха у меня. Вполне достаточно, чтобы прогреть, просушить дисплейный модуль вместе с каркасом боковые кнопки. Либо можно просто поставить на сепаратор на 5-6 минут, который отлично просушит дисплейный модуль. Телефон горячий, пускай остывает. Отстаем системную плату, очищаем от укислов. Особенно те места, где они были. Термопаста. После просушки системной платы неплохо было бы залить новую термопасту, если она у вас есть. У меня ее нет пока заказал. Должна прийти. Я думаю, что посажу на эту же. Термопаста. Она не потеряла своих свойств, несмотря на все. Несмотря на очистку системной платы. Лучше, конечно, снять и залить новую. Давайте засушим. Давайте посмотрим, где у нас были самые проблемные места. Одно из них. Ничего не повреждено. Потом вот здесь. У нас возле слота сим-карты то же самое. Тоже ничего не повреждено. Просто есть окислы. Я думаю, что все должно заработать. Осматриваем системную плату. Ничего страшного. Не вижу. Смысл снимать микросхемки тоже не вижу. Бывает такое, что прямо видно, что есть плутни за микросхемки. Высовывается ржавчина окислы. Там приходится ее снимать. Отдельно промывать и ставить. Здесь вроде бы все четко. Давайте соберем, попробуем. Что получилось. Батарею я поставил на зарядку. У меня есть такой домик. Пускай пока подзарядится. Так. Собираем. Удеваем все. Удеваем все защитные экраны. Удеваем все защитные экраны. Удеваем память. Удеваем все защитные экраны. Удеваем все защитные экраны. Камеру ставим на место. Так, это у нас уплотнитель гнезда зарядки. Развалил я его в результате. Так, далее смотрим, что у нас осталась камера. Укладываем системную плату. Так. Так. Кабель оставили. Ставим обратную рамку основную камеру. Пристегиваем камеру. Развонок. Гнезда наушников. Сложим карты. Так. 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 Снимаем батарею зарядки. Посмотрим, что там заряжалось. Вот, отлично. 3,88 вольта. Внутри заряжена. Так. Так. Пристегиваем батарею. Ставим. Ставим рамку. Телефон. Пробуем включить. Телефон включился. Телефон включился. Поставим на зарядку. Вроде бы восстановили дисплей. Вроде бы нет. Есть вода. Видите, да? Следы воды. Можно дополнительно просушить феном дисплей. Возможно, что следы уйдут. Возможно, что-то останется. Графический ключ стоит. К сожалению, кода я не знаю. Сейчас нужно было бы включить. Все проверить. Да. Но следы все равно остались. Воды на дисплее. Сейчас я его поставлю на сепаратор. Попробую прогреть. Возможно, вода уйдет. Вот. Если же нет, то предложим клиенту заменить дисплей на модуль. Если ему, конечно, захочет. Если не сильно мешают эти пятна, то в принципе можно оставить. Они, кстати, со временем они уходят. Неделя. Неделя. Там две. Не знаю. Тем более пятна незначительные. 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 И так. Выключаю телефон. Отстегиваю батарею. И ставлю на сепаратор буквально на пять минут сто градусов. Я думал, что пятна воды должны испариться. Итак, друзья. Снова подключаем. Дисплейный модуль простоял именно на сепараторе порядка пяти минут на сто градусов. Смотрим. Пятна остались, как вы видите. Ну, здесь два варианта. Либо менять дисплейный модуль. Либо подождать, походить пару недель. У тебя там должны уйти. Ну, или просто попробовать просушить еще раз. Пятна остались. По-моему, немного потускнели. Собираем телефон. Возвращаем клиенту. Гарантию на влагостойкость мы никому не даем. И вам не советую. Потому что телефон намочить можно различными способами. Сделать это можно по вине клиента, который, конечно же, в этом не признается. И тогда это станет вашей проблемой. Поехали. Ни на какие после ремонтов любых водонепроницаемых телефонов, мы гарантию на влагостойкость не даем. Проклеиваем. Проклеиваем телефон. Проклеиваем телефон. Там, как вам уже будет удобней. Хотите заказывайте герметичный скотч. Хотите сажайте на обычный. Крышку разогрел я на сепараторе до 100 градусов. Так, что у нас получилось. Даже жалко не взяли мой код. Сейчас можно было включить, поднять яркость, попробовать полностью все. Видите, да? Такое пятно. Тач работает. Экстренный вызов. Фонтена, как видите. Все работает. Громко говорите. Все в порядке. Так, друзья. Всем спасибо за внимание. Это было Азета первое. Восстановление после воды. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии.